привет друзья наши пчелки начали собирать пыльцу и много пчеловодов которые собирают тоже пыльцу отбирают их у пчелок и многие пчеловодов которые интересуют как бы этот вопрос которые хотят только заняться сбором сушкой реализации пыльцы многие просто спрашивают бабуль не подскажете который час минут 10 15 минут 5 10 5 4 5 10 5 утра как сушить чем сушить какая сушилка у меня чем я сушу и так как сегодня плохая погода как бы можно было бы показать весь процесс принципе я его чуть позже покажу сейчас в этом ролике я просто расскажу и покажу о своей сушилке которой я сушу цветочную пыльцу которую собираю отбираю пчела у меня сушилка сушильный шкаф садочек модель 1м мне эту сушилку посоветовал когда-то еще в тринадцатом или четырнадцатом году наверное в четырнадцатом авдиенко юрий у него точно такая же сушилка только модели поменьше 05 по моему и я с ним связывался он мне порекомендовал и я решил взять побольше и заказал эту сушилку покупали в четырнадцатом году она стоила тогда еще около четырех с половиной тысяч гривен но на сегодняшний день я заходил ради интереса смотрел она стоит уже почти 10000 доллар вырос принципе и она тоже выросла но сушилка да на сегодняшний день стоит дорого но на мое мнение она она того стоит я сушилкой очень доволен хочу сказать спасибо юрия ардиенко что порекомендовал посоветовал эту сушилку я не дня еще не жалел о покупке этой сушилки потому что она со своей задачей справляется классно качественно идеально по поводу быстро расскажу самой сушилки эта сушилка у меня есть в комплекте кстати идет книжечка вот такая где тут разные как бы рецепты сушки рекомендации там ей можно сушить траву грибы рыбу ягоды я помимо пыльцы пробовал сушить яблоки естественно сушить классно и мы сушили этой сушкой вишню с косточкой сушит тоже классно черешню мы сушили слушать классно то есть даже с косточкой без проблем конечно чуть чуть дольше надо по времени и температуру повыше но она сушит это сушилка расскажу вкратце характеристиках так как некоторые люди спрашивают что и как эта сушилка она у меня 1м здесь стоит тэн с нержавеющей стали на 1000 ватт он берет и по по самой сушилке у нее получается размеры поддона 425 на 250 на 20 то есть вот такие размеры 400 вернее 25 на 425 на 20 то есть 425 вот этот поддончик он он 425 на 425 высота его 20 я собираю пыльцу около 20 килограммов день то есть ведро 2 зависимости от периода и всего такого то он она эта сушка с объемом два ведра пыльцы полностью справляется чем она мне и подкупает чем она мне нравится то что засыпав сюда ведро 2 пыльцы ее не надо ночью вставать и переворачивать как бы шевелить чтобы она просушивалась лучше вечером 8 часов вечера я засыпал сюда пыльцу разровнял ее по бортике или там сколько у меня есть пыльцы 8 часов примеру вечера включил сушилку поставил таймером вот я покажу таймер поставил таймером я сушу в пределах 12 14 часов зависимости от пыльцы есть пыльца реально мокрая есть пыльца сухая уже как бы пчелки несут есть разная состав пыльцы и зависит еще от слоя если это по началу там ведро пыльцы к примеру 5 килограмм 10 килограмм пыльцы меньше потом ставлю 12 часов если пыльцы поболее то принципе 14 16 часов выставляю температуру тут есть таймеры выставляется температура для пыльцы я ставлю 38 можно 40 поставить но я ставлю 38 и точно также выставляется время сколько нам надо есть загорается индикатор это показывает нагрев тена можно обнулить у нас просто чем хорошо что когда мы заканчивается время сушки обнулим когда она заканчивается время сушки получается что тен отключается и у нас работает сам вентилятор который просто продолжает охлаждать нашу сушку мы его выключим пока охлаждает нашу сушку охлаждает нашу пыльцу и она доходит до идеального состояния что мне нравится эта сушка нам я вечером повторюсь засыпал и утром по истечению времени сушки достаете подончики и пыльца готова и и как не надо потряс ночью там было шевелить еще лишь что-то с нею делать она готовая и как по мне идеальной сушки она когда мы берем ее руки не разминается пальцами и когда мы ее ложим в рот она на зубах у нас не хрустит то есть как по мне это идеальная сушка то есть не не разминает и не хрустит вот как бы вот по именно по сушке по самим как бы то что нас интересует то что многие спрашивают это какой-то стоит я сказал в моей сушки 1000 ватт по дончике размером такие я сказал масса этой сушки 50 килограмм ну размеры 700 600 на 650 это ее размеры 1 фаз на 1 фаза 220 50 егерц принципе вот и все тут идет у нас у нас идет в этой сушки таймеры повторюсь вот у нас регулируем температуру которую нам надо давайте еще раз клачнем вот нажатием мы можем температуру выставлять до 35 до 35 минимум 24 и время мы можем выставить каждое нажатие 1 час то есть и время мы можем выставить до ложечки много до 40 часов сушки можем обнулить можем обнулить это все есть предохранители которые защищают нашу сушку и можно контроль есть проконтролировать какой сколько градусов данный момент примеру и сколько времени нам остается нажатием контроля по истечению есть звуковой сигнал зуммер который оповещает нас о том что сушка закончилась и в принципе он сигналит вот по поводу поддончиков я выключу идет вот такие поддончики у нас я уже показывал в это в этом в комплекте в заводском комплекте идет пять таких поддончиков наборе но можно заказать то что я сделал я заказал на 7 штук 7 вот таких штучек можно еще заказать чтобы сетка вот это было с нержавейки но я она мне не надо я пользуюсь ложу сюда в данном случае лежит москитная сетка чтобы пыльца не просыпалась принципе меня устраивает есть поддончик здесь куда падает мука так сказать пыль с пыльцы вот такой у нас поддон ну и покажу что у нас внутри внутри сбоку так как но я спрашиваю где у нас нагревательные элементы что там состоит принципе сама сушка ничего сложного здесь нету ну как как по мне с одной стороны вроде бы и денег дорого за это все потому что здесь только тэн датчик и вентилятор ну тем не менее я если честно повторюсь не жалею о покупке и так у нас есть сбоку входящие и выходящие так сказать всасывающие и высасывающие отверстия всасывающие входящие это для подачи воздуха сюда заходит воздух всасывает вентилятор здесь может видно у нас он там есть сам вентилятор вот он отверстие это небольшое около пяти семи сантиметров нижние выталкивающие воздух выходящие чуть-чуть побольше в диаметре вот есть взять стаканчик с макдональдса здесь у нас вот так вставляется а здесь у нас уже стаканчик вставляется вот так можно конечно взять было линейку проверить ну не проверил принципе вот такие два отверстия здесь у нас получается внутри вот здесь это отверстие всасывает стоит вот здесь у нас тен и стоит вентилятор здесь она все нагревает воздух я так понимаю и у нас эта стеночка она идет под скос как видим вот и воздух идет у нас сюда то есть вот так и воздух проходя где-то здесь выходит у нас вот в это отверстие вот и все и стоит вот датчик практически посредине сушки швы швы заделаны силиконом то есть заклеены швы ну и принципе и все двери как холодильника по сути тот же холодильник внутри я не знаю наверно пенопласт ну по весу так как у нас вес его 50 килограмм то принципе что-то там есть вот такая сушка в принципе вроде бы они быстро все рассказал и показал как бы вроде бы все сушит она хорошо ею доволен ею доволен загружая ведро два пыльцы я разравниваю заталкиваю закрываю ставлю таймер ставлю температуру и сушка работает очень доволен в принципе если кто надумает покупать или думает покупать садочек то в принципе я думаю не пожалеет да по деньгах дороговато ну свое время я успел ее купить еще в принципе по адекватной цене тогда было чуть-чуть проще сейчас это как бы дороговато но я считаю что те люди которые пчеловоды которые занимаются сбором пыльцы она принципе им отобьется же в первый сезон первый сезон зависимости от того сколько пыльцы мы собираем если у нас есть хороший приход пыльцы ежедневно пасека большая и мы можем собирать 10 20 килограмм день то по сути по сути по сути 10 на 100 килограммов пыльцы даже меньше если пыльцу сдавать примеру даже оптом там я не знаю по 150 гривен пыльцу сдавать за килограмм то она у нас окупится практически на 70 килограммов пыльцы это не так-то много я думаю что один год потратив то есть работать в ноль по пыльце но на второй год она будет работать плюс очень доволен рекомендуем многим вот такой маленький обзор по сушке всем кому понравился ставьте лайк кому не понравилась сушка или я дизлайк туда где-то вниз палец но лучше вверх подписывайтесь на мой канал дальше я покажу будет ролик как я собираю пыльцу сколько ее есть у меня как я ее сушу в принципе покажу и что я с ней делать дальше как ее посую вот и все с вами был Иван Фабро до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok